С Новым годом возлюсь я, у рыбы с ней как нельзя. Отчетный концерт хоровых коллективов Видновской школы искусств «Добрая зима» это своеобразное подведение итогов совместной работы ребят и их преподавателей на протяжении всего полугодия. Концерты нужны именно для того, чтобы показать уровень освоения предмета. Детям очень важно участвовать в этих мероприятиях, потому что это повышает их стремление к обучению. Они чувствуют себя артистами и могут это делать на большой сцене. Хоровое отделение в ДШИ представлено несколькими направлениями – академический вокал, эстрадное и народное пение. В концерте «Добрая зима» приняли участие академические хоровые коллективы. Мы готовились к этому концерту. Еще в сентябре месяце подобрали репертуар, разучивали партитуры. И, на мой взгляд, концерт получился очень добрый, хороший. На концерте выступили младшие и старшие хоры, а также хоровые ансамбли. Первоклассники тоже показали, чему успели научиться в детской школе искусств за первое полугодие. Некоторые ребятки – гудошники, у них нет координации слуха и голоса, но мы стараемся вовлекать всех. Чем хорошо хоровое пение полезно, что это общая работа, это коллектив, чувство общности рождается в этом коллективе. Рождается атмосфера творчества. В этом году мероприятие из-за пандемии прошло в онлайн-формате. Но ребята знали, их выступления в интернете посмотрят куда больше зрителей, чем может вместить актовый зал. Поэтому усердно готовились все полугодие. Ребята очень волнуются. В любом случае, когда они выходят на сцену, будь то очный формат или дистанционный формат, они всегда чувствуют, что их смотрят. Все равно, кто сидит в зале или, может быть, это по ту сторону экрана. Дети старались, конечно, выложились по максимуму. Из того, что сейчас происходит, в каком формате они занимаются, не просто родителям, не просто педагогам, и дети тоже. Но мы, я думаю, достойно выходим из этой ситуации и возвращаемся к нормальной жизни. В феврале в детской школе искусств пройдет много интересных мероприятий. В том числе возобновятся мастер-классы именитых музыкантов в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.